Я рада вас приветствовать на вебинаре. Тема «Теоретические аспекты оценивания». Мы сегодня его перенесли с 11 на 2 часа, поэтому я тоже вас прошу прощения за дезинформацию, что мы сообщили сначала на 11, а затем перенесли на 12. Сегодня я бы хотела с вами поговорить именно по вопросам теоретических аспектов оценивания. Первый вопрос, который я хотела бы вам задать, коллеги. Какие теоретические аспекты оценивания вы знаете? Можно в чат писать, я это увижу. Какие вы используете в собственной практике преподавания? Так, ну я вас опередила, наверное, да? Вот их 9, смотрите, 9 теоретических аспектов оценивания. Я предлагаю сейчас на них посмотреть. Это первый компетентностный подход, обратный дизайн, социо-консультивистская теория обучения, таксономия целей обучения, теория речевой деятельности, зона ближайшего развития, теория скаполдинга, теория формативного оценивания, теория полного усвоения знаний. Предлагаю, вот тут все эти теории пронумерованы, предлагаю, коллеги, проставить номера тех теорий, которые вы используете в собственной практике для начала, чтобы я понимала, какие теории вы в собственной практике используете. Продолжение следует... Ну вот, таксономию целей обучения практически все обозначили, да, коллеги? Теория формативного оценивания, обратный дизайн, теория полного усвоения знаний, вот Елена Владимиренко написала. А какие из этих теорий вызывают у вас, ну, вопросы, возможно, в вашей практике? Напишите, какие теории вызывают вопросы? Теория речевой деятельности, компетентностный подход, социо-конферистская теория. Еще какие теории вызывают? Ага. Теория скафолдинга, теория полного усвоения знаний. Теория скафолдинга, да, вот смотрю часто. Теория скафолдинга. Ну, давайте попробуем в этих теориях разобраться. Я об этих теориях сейчас попробую вам рассказать и покажу, как можно эти идеи использовать на практике. Ну, вот цифру 7 практически все ставят. Это теория скафолдинга. Так, ну, первая теория, это теория компетентностного подхода. Здесь стоит обозначить, что сама идея, да, использования этого подхода в образовании, она обозначена в документах, которые представлены на слайде. Это государственная программа развития образования в Сутки Казахстана на 11-20-е годы и национальный план по развитию функциональной грамотности школьников. Вы можете эти документы прочитать, да, и не слышно. Все мне слышно? Коллеги, слышно? Так вот, смотрите, в чем идея компетентностного подхода? Компетентностный подход, во-первых, акцентирует внимание на способности использовать полученные знания на практике. Если мы рассматриваем традиционный подход к обучению, то цели образования моделируют результат, вот вы можете это видеть на слайде, который можно описать, ответив на вопрос, что нового узнает ученик в школе. С позиции компетентностного подхода ожидаемый результат предполагает ответ на вопрос, чему научится ученик за годы обучения в школе. За годы обучения в школе, за год обучения в школе. Чему научится ученик, обучаясь по определенному предмету? Чему научится ученик, изучая определенный раздел определенного предмета? В конце концов, чему научится ученик, обучаясь в течение урока, то есть чему можно научиться ученик, обучаясь в течение урока. То есть мы здесь прописываем конкретные ожидаемые результаты, которые соответствуют целям обучения. Компетентностный подход предполагает ориентирование, оценивание на установление степени соответствия реально достигнутых обучающимся результатах планируемым целям обучения. И если в технологии знания парадигмы ожидаемые результаты выражались только в знаниях, то в компетентностном подходе ожидаемые результаты выражаются как в знаниях, в умениях, так и в навыках, конкретных способностях и конкретном опыте обучающихся. Почему-то не слышно. Денис, не слышно. А вот коллеги почему-то пишут, что не слышно, я поэтому остановилась. Компетентностный... Слышно, жахся. Все, продолжим тогда. Смотрите, компетентностный подход с позиции, это в образовании, где мы можем, если изучая государственную программу развития и национальный план, чему может научиться ученик за годы обучения в школе, то ожидаемые результаты могут быть прописаны в виде ключевых компетенций выпускника средней школы. То есть вот эти вот ключевые компетенции, вы их можете тоже видеть в программе, в стандарте они, в гостандарте они тоже обозначены. То есть это тот ожидаемый результат, которого мы должны достичь, обучая ученика конкретно в школе. То есть это можно ожидаемый результат прописывать конкретно через компетенции. Сейчас дальше, когда будем рассматривать следующую теорию, вы там увидите, как ожидаемый результат. И так, используя на основе компетентного подхода, мы будем прописывать. Следующая теория, это техника обратного дизайна. Посмотрите, что это за теория такая. Так, техника обратного дизайна. Как обычно учитель планирует урок в традиционной системе обучения. Посмотрите, что он делает. Он планирует сначала цель урока, затем к этим целям прописывает конкретные действия. Если же использовать технику обратного дизайна, то здесь есть три шага, которые необходимо учитывать. Первый шаг это определение цели обучения. Цель обучения учитель где может взять в программе, да, по предмету он берет цель обучения. Затем к этой цели обучения продумывает ожидаемые результаты. Это второй шаг. То есть, с чем уйдут конкретно ученики, например, с этого урока. Вот тут идеи компетентного подхода, они как раз таки прослеживаются. То есть, какой опыт ученик приобретет, чему научится, какие знания, какие навыки он будет развивать в течение урока. И следующий шаг это как мы измерим, что достиг ученик этих ожидаемых результатов. То есть, мы продумываем критерии оценивания и только после этого, следующий шаг мы прописываем конкретные действия. Значит, вот в этом идее обратного дизайна. То есть, мы сначала ставим цель, затем продумываем ожидаемый результат, затем продумываем критерии оценивания, да. То есть, как мы оценим, достигли ли мы этих ожидаемых результатов. И только после этого мы продумываем действия. Смотрите, я была на одном уроке, и с учительницей, когда мы просмотрели урок, мы когда решили с ней поговорить, что произошло. У нее план урока был из 8 страниц. Урок казахского языка, она этот план рассыпала, и она не смогла его собрать. И тогда мы у нее спросили, сколько вы сегодня действий запланировали на урок? Она сказала, я запланировала 8, но смогла выполнить только 4 действия. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нету навыка до планирования урока. Посмотрите, потому что традиционный подход к планированию. То есть, учитель поставил себе цель урока, и к этой цели она стала подбирать определенные задания, которые позволили бы ей достичь эту цель обучения. Но по времени, посмотрите, она не уложилась. Почему? Потому что она не понимала, с чем должны ученики уйти с этого урока. Если бы она продумала сначала цель обучения, потом бы она прописала конкретно ожидаемый результат, и как она будет измерять этот ожидаемый результат, она бы поняла, что 8 действий для одного урока этого, в общем-то, что много. Достаточно было бы ей прописать 2-3 действия, которые позволили бы ей покрыть вот эти цели обучения. То есть, самое важное, когда на урок учитель готовится, он должен продумывать такие конкретные шаги, которые позволят ему покрыть ту цель обучения, которую он ставит на уроке. Это вот то, что касается техники обратного дизайна. Это подход по планированию урока. Это вот вторая теория. Если есть какие-то вопросы здесь, то мы можем это обсудить. Я вот здесь хочу вам привести пример. На примере физики. Посмотрите, я здесь взяла цель обучения. Экспериментально определять работу и мощность тока. Производить практически расчеты стоимости электроэнергии с использованием дниц измерения в киловатт-часах. И продумала, посмотрите, цель урока, который выражает, что ожидаемый результат. То есть, что сделают ученики по завершению этого урока? Чего мы должны достичь? Во-первых, они должны собрать установку с использованием электрических устройств. И второе, они должны, используя эту установку, определить работу и мощность тока и рассчитать стоимость электроэнергии в киловатт-часах для нескольких бытовых приборов. Как мы поймем, что мы достигли вот этого ожидаемого результата? Посмотрите, что будет являться здесь критерием оценивания. Первый пункт. Каждый ученик начертит схему с использованием электрических устройств. То есть, это будет доказывать, что ученики собрали установку с использованием электрических устройств. То есть, вот эта схема, которую они начертят, она материальная, мы можем ее что? Визуализировать, мы можем ее наблюдать. Второе, это может быть таблица с показаниями силы тока, электрического напряжения, да, например, при параллельном включении электрического звонка и лампочки. Что позволит им определить работу и мощность тока. Это второй критерий, который позволит им увидеть, что ожидаемый результат достигнет. И, например, третий критерий, что ученики рассчитают стоимость потребления электроэнергии киловатт-часа для конкретных каких-то приборов, там, холодильника, фемы, утюга и так далее, за определенный промежуток времени. Здесь могут ученики принести показания, там, я не знаю, электросчетчика своего, да, и так далее. И учитель может их на уроке предоставить возможность, чтобы они умели делать расчет оплаты в переводе в киловатт-часах. Ну, это примерно вот так. Смотрите, есть цель обучения, есть ожидаемый результат, есть конкретные критерии, и уже к этим критериям и к этому ожидаемому результату учитель начинает что делать? Планировать определенные действия, которые позволят ему достичь вот этих ожидаемых результатов. И эти критерии оценивания позволят ему увидеть, что эти ожидаемые результаты были, что достигнуты. Вот идея техники обратного дизайна. Следующая идея – это социокструктивистская теория обучения. На самом деле, я думаю, что эта теория вам, в принципе, тоже многим знакома. Базовая идея, эти концепции заключаются в том, что внутренний мир личности уже задается социумом. Согласно концепциям человека, человек рассматривается, согласно вот этим концепциям, вы их можете тоже изучить, здесь фамилии ученых трудов написаны, которые вы можете изучить. Согласно концепциям, человек рассматривается как судье в деятельности, который сам формируется в деятельности и общении с другими людьми. На самом деле, это самый популярный подход на сегодня, наиболее популярный подход современный, научный, который получил высокое мировое признание, который использует различные сегодня системы среднего образования. В нашей программе, в основе программы, также заложен данный подход. Теория конструктивистская, она базируется прежде всего на том, что человек рассматривается как субъект деятельности, который сам сформируется в деятельности и общении с другими людьми. То есть, смотрите, мы когда начинаем, вот если говорить о теории обратного дизайна, учитель сформулировал ожидаемый результат, затем сформулировал цель обучения, взял, сформулировал ожидаемый результат, продумал критерии оценивания, когда он переходит в планирование действий, вот тут в основе лежит социалистическая теория обучения. Когда ребенок находится в активной позиции, не в пассивной позиции, а именно занимает активную позицию. То есть, от слова «конструировать знания» до ученик начинает самостоятельно конструировать собственные знания, он перестает быть пассивным получательным этих знаний, он становится созидателем, строительным этих знаний. И мы должны помнить о том, что развитие мышления происходит через взаимодействие имеющихся знаний с новыми, либо со знаниями, которые получает ученик в классе, из различных источников. Это может быть учитель, это может быть взаимодействие с одноклассниками, это могут быть различные ресурсы, которые предлагаются учителям. Роль учителя в данном случае будет роль фасилитатора. Он будет создавать какие-то фасилитативные установки, а ученики будут находиться именно в активном взаимодействии. И позиции, которые будут они занимать, это позиция саморазвития. Это вот что касается социо-конструистской теории обучения. Следующая идея – это таксономия целей обучения. Сейчас, когда я опрос делаю, вы показали, что эту теорию все в принципе практики свои используете. Смотрите, идея какая в обновленной программе, что учителя в традиционном подходе обучения, при планировании урока, обычно цель урока ставит на знание, на понимание, какие-то навыки, мыслительные навыки высокого порядка, как правило, отрабатываются дома. Так вот, на сегодня в учебной программе каждого предмета прописаны цели обучения согласно таксономии ГУМа от знания, понимания к применению, анализу, синтезу и оцениванию. Учитель, когда готовится к уроку, он смотрит сначала цель обучения и ее соотносит с таксономией ГУМа. Смотрит, на каком уровне это цель обучения. На уровне знания, понимания, на уровне анализа, синтеза, или на уровне оценивания, или на уровне применения. И согласно этому, когда он продумывает, действия, продумывает задания, соответственно, эти задания, они будут соответствовать уровню развития мыслительных навыков по таксономии БУМа. Причем критерии оценивания, они тоже будут исходить из таксономии цели обучения. Я думаю, что многие используют именно этот подход. Так, следующая теория, теория речевой деятельности. Смотрите, ну, теория речевой деятельности, вы сейчас тоже писали, что многим непонятно сама идея, как ее использовать. Ну, во-первых, критерии оценивания по языковым предметам, это русский язык, казахский язык, английский язык, характеризует именно четыре вида речевой деятельности. То есть это вот теория, она именно близка к языковым предметам. Это четыре вида речевой деятельности. Слушание, говорение, чтение, письмо. Но смотрите, там при планировании урока учителя языковых предметов, они смотрят, да, цель обучения сегодня на какой навык? На слушание, на говорение или на чтение, говорение или на чтение, на письмо. И, соответственно, они согласно этим целям обучения подбирают определенные действия и планируют свой урок. Но вот смотрите, я недавно была на уроке математики, и что меня удивило, что за весь урок математики дети практически не говорили. Говорил только учитель. Причем дети решали, кто-то выходил к доске, но все, что делали дети, комментировал только учитель. То есть было слушание, да, было письмо, но говорения не было. И что можно замечать, что на предметах именно вот математического цикла, естественно, математического цикла дети практически не говорят. Я тоже учитель физики, я вспоминаю свои уроки и думаю о том, что на самом деле мы об этом не задумывались. Главная идея была, чтобы дети научились решать хорошо задачи, решать примеры, но акцент на то, что они должны говорить, мы практически что не делали. Поэтому смотрите, когда учитель продумывает конкретные действия, он может продумывать задание, подход, который он использует, там какой-то активный метод, он позволяет действительно ученикам в течение урока развивать навыки, все эти четыре навыка речевой деятельности. В методе КЛИЛ есть такое правило, каждый учитель и учитель языка. То есть почему мы думаем, что только учители языковых предметов могут развивать именно речевые навыки. Каждый учитель в принципе может развивать речевые навыки. Шаталов провел такое исследование, смотрите, если вы читали его работы, то он говорит, что ученик в целом в традиционном, при традиционном подходе обучения, за шесть уроков, как вы думаете, сколько говорит среди? Вот шесть уроков, и сколько ученик говорит за шесть уроков? Можете написать. Коллеги, вы знаете, да, сколько? Мои слушатели знают. Минут тридцать, тридцать минут. На самом деле, смотрите, ребят, вы о ком пишете, об учителе или об ученике? Я спросила про ученика шесть уроков. А, ну да, то есть вы думаете, что в течение шести уроков, спасибо, Елена. Он говорит именно 30 минут или 20 минут, или 10 минут. Ребята, Шаталов говорит, что при традиционном подходе обучения ученик в среднем за течение шести уроков говорит всего две минуты. Вы можете пойти на урок, допустим, и отследить, сколько, ну, понаблюдать именно с целью того, сколько вообще ученики говорят на уроке. Взять там в качестве объекта двух учеников и отследить, сколько они говорят на уроке. Я, когда хожу на уроке, я ставлю такую цель, выбирая какого-нибудь ученика и отслеживаю, ну, по времени, сколько ученики говорят на уроке. На самом деле это будет интересное исследование, поверьте. Попробуйте это сделать. Вот, можете походить все шесть уроков за учеником и понаблюдать средним, сколько он говорит в среднем течение урока. Это было бы очень интересно, наверное. Можно просмотреть, сколько ученик говорит на предметах естественного математического цикла, сколько он говорит на языковых предметах, сколько он говорит на гуманитарных предметах и так далее. Вот смотрите, Любое задание, любое упражнение, которое учитель планирует, он же может посмотреть, какие навыки речевой деятельности это упражнение развивает. Развивает ли навык слушания, развивает ли навык письма, развивает ли навык говорения и так далее. Да, согласна, что на уроках английского языка они говорят больше. Но вот почему-то учителя именно предметов, естественно, математического цикла об этом не задумываются, не задумываются о том. Я просто как учитель физики сама об этом думаю, что я тоже раньше не задумывалась о том, что дети должны говорить на уроке. А это очень важно, потому что именно речевой навык влияет на развитие мышления ученика, его метакогнитивных навыков и так далее. Поэтому следите. Вот смотрите, это вот все теории, которые мы сейчас используем, это все в планировании уроков действия. То есть должна быть обязательно социоконструктивистская идея, что ребенок находится в активной позиции, является и самостоятельно добывает знания. То есть он обучается через собственные открытия. При этом, посмотрите, мы, когда продумываем задание, мы опираемся на что? На таксономию, цели обучения. Мы смотрим цели обучения, соотносим с таксономией Блума и смотрим, на какой уровень, да, мастительных навыков направлена эта цель обучения. Соответственно, согласно этой таксономии Блума мы подбираем задание. Следующее мы смотрим, позволяет ли наше задание или форма, или метод, который мы используем, развивать навыки речевой деятельности. Какие конкретно навыки, возможно, только четыре, возможно, все четыре навыка, возможно, только какие-то два навыка. Надо отследить и посмотреть в течение урока, что дети делают, только говорят, услушают, или только читают, услушают, или только пишут, услушают, и все. И так далее. То есть вот здесь можно корректировать этот процесс. Следующая теория – это зона ближайшего развития. Ну вот, когда мы сейчас отмечали, многие тоже писали, что понимают, как использовать эту идею зоны ближайшего развития. В чем идея зоны ближайшего развития? Смотрите, есть у каждого ученика, да, есть своя зона ближайшего развития. Есть актуальный уровень, это тот уровень, который ученик может достичь самостоятельно. Но есть потенциальный уровень, вот тут вот на слайде это видно, который ученик может достичь, но только при помощи, посторонней помощи. И вот эта область между актуальным уровнем и потенциальным уровнем – это есть область зоны ближайшего развития. У каждого ученика она своя, но чем слаб же ученик, тем зона ближайшего развития у него больше. И здесь очень важно, чтобы учитель, который заходит в класс, понимал, какова зона ближайшего развития каждого ребенка. И учитель должен понимать, что зону ближайшего развития ученик самостоятельно преодолеть не сможет, но он сможет преодолеть, если ему оказать определенную поддержку. Вот здесь на слайде вы видите три фактора, да, которые будут способствовать покрытию этой зоны ближайшего развития. Например, присутствие какого-то, кого-то со знаниями и навыками, чтобы направлять ученика. Это может быть сам учитель, это может быть ученик более сильный в качестве эксперта, да, оказывать поддержку ученику. Второй фактор – это социальные взаимодействия, которые позволяют ученику наблюдать и практиковать свои навыки. То есть он может работать в паре, может работать в группе и так далее. То есть это тоже позволит ему покрывать зону ближайшего развития. Какие-то вспомогательные мероприятия, которые предоставляем учителям, которые помогают вести ученика через эту зону ближайшего развития. Смотрите, я была на уроке естествознания в пятом классе в декабре месяце. Учитель провел практическую работу, дети ее выполняли в четверках. Затем он дал такое задание, сказал, ребята, теперь напишите вывод самостоятельно. И каждый ученик писал вывод самостоятельно. Но не все дети писали этот вывод. Были дети, которые не делали этого. И тогда я учителя спросила, почему эти ученики не пишут вывод. Учитель сказал, что дети слабые. Что дети слабые, соответственно, они с этим не справятся. Смотрите, в декабре месяц они пишут вывод. Это же не первая практическая работа. Очень много практических работ по естествознанию. Дети должны иметь писать вывод. Учитель говорит, что они слабые. В январе и феврале дети будут на том же уровне. В марте они будут на том же уровне. В мае они будут на том же уровне. Смотрите, если ничего не предпринимать и думать о том, что эти дети слабые, на самом деле они таки останутся слабыми и мы их продвигать вообще никак не сможем. И вот это их зона ближайшего развития. То есть это их актуальный уровень. Вот в чем дело. То есть они, у них нет навыков. Они не могут написать этот вывод. И вот какие здесь могут быть вспомогательные мероприятия, которые дадут возможность этому ученику пройти через эту зону ближайшего развития, покрыть эту зону ближайшего развития. Что бы вы порекомендовали этому учителю сделать? Да, Лена? В этом случае нужна помощь учителя, подсказка, опорные слова какие-то. Действительно, здесь вот нужны какие-то действительно вспомогательные мероприятия, которые позволят учителю провести этого ученика через зону ближайшего развития. Поддержка, опорные схемы. Если учитель заинтересован, уровень будет совсем иной. Наталья, вот смотрите. Да, если учитель заинтересован, мы сейчас говорим конкретно, что может сделать учитель для того, чтобы результат был другой, для того, чтобы эти дети не сидели, а научились писать эти выводы. Опорные слова сравнивать с их достижениями. Индивидуальное задание с опорными словами. Объяснение, разъяснение, как это делать. Слова. Дать опору. Дескрипторы подробные. Есть такая теория, теория скафординга. Вы о ней сейчас говорили, многие, что она вызывает у вас очень много вопросов. Вот здесь можно использовать поддержку или подмозг, то, о чем сейчас вы писали. Смотрите, если учитель будет оказывать ему поддержку, задавать ему какие-то вопросы, да, или даст ему эти опорные какие-то вопросы, это теория скафординга. Он сможет ответить на эти три вопроса? Выбор лучшего вывода. Тоже хорошая идея. Поощрять при выполнении данных занятий. Ключевые слова. И эти ключевые слова учитель может что делать? Ученик использует для того, чтобы написать вывод. На с кем говорит план, готовые шаблоны. Тоже хорошая идея. Да, индивидуальная работа. Хвалить ученика. Да, смотрите, на самом деле здесь нужно использовать идею скафординга, что позволит ученикам оказывать ему поддержку, да, для того, чтобы провести вот через эту зону ближайшего развития. То есть, например, это могут быть какие-то ключевые слова, это могут быть вопросы, это могут быть незаконченные предложения. И из урока в урок, например, потом, смотрите, учитель же понимает, да, какому ученику какая нужна поддержка. Вот идея как раз-таки в этом, что он может давать эту поддержку, каждый урок, да, для того, чтобы ученика продвигать через эту зону ближайшего развития, для того, чтобы научить его писать вывод. Но самое интересное, что учитель должен понимать, что наступает какой-то момент вот в этой зоне ближайшего развития. Я не знаю, видно, коллеги, какие там стрелочки? Нет? Не видно мышка? Смотрите, наступает такой момент, когда ученик, у него достаточно уже навыков для того, чтобы этот вывод, что делать, писать самостоятельно, и тогда учитель, что делает, убирает эти подмозки, убирает этот скафординг, и потенциальный уровень ученик уже дальше покрывает самостоятельно. Но учитель должен, ну, как бы не проглядеть этот момент, убрать этот скафординг. В качестве скафординга, посмотрите, что может быть. Это пошаговая поддержка учащихся во время процесса обучения и оценивания с целью оказания необходимой помощи для того, чтобы достичь поставленных целей именно в зоне ближайшего развития. И я здесь несколько примеров скафординга привела. Это моделирование навыков, предоставление различных подсказок, адаптация материала, время давать больше, да, на обсуждение, допустим, каким-то детям, наглядность, лексика, пауза, вопрос, пауза, обзор, какие-то новые стратегии может учитель использовать и так далее. Стратегии по строительной лесу, посмотрите, стратегии поддержки подбираются в зависимости от контекста и потребностей учеников. Кто-то писал сегодня, что поощрение и продвижение индивидуального обучения должно быть. Взрослые постоянно регулируют уровень собственной помощи, то есть когда нужна эта помощь, в каком объеме эта помощь нужна, нужны ли сейчас эти подсказки и так далее в соответствии с уровнем успеваемости ученика и роль учителя посредних учебных деятельностей на основе социального взаимодействия. Единственный минус теории скафординга заключается в том, что его очень сложно использовать, когда классы большие. Ну вот, например, в Астане, да, перегруженность большая класса, количество учеников 35-40 человек. Вот в этом случае здесь есть затруднение использования именно вот этой идеи по продвижению учеников через зону ближайшего развития. Но идея, посмотрите, в чем наша же идея в том, чтобы каждый ребенок смог покрыть цель обучения, которая предлагается по предмету. Поэтому здесь без того, чтобы устанавливать зону ближайшего развития каждого ученика и без использования теории скафоринга, наверное, где-то будет весьма затруднительный процесс. Следующий. Так, есть какие-то вопросы? Думаю, что помощью будут наладящие вопросы. Данина Владимировна, тоже хорошая идея, когда учитель может задавать ученику наводящие вопросы, для того, чтобы ученик мог сделать этот вывод. Вот смотрите, если бы этот учитель использовал такие подходы, ученики бы научились уже с сентября по декабрь писать вывод? Конечно. Спасибо, коллеги. Так, следующая теория, это теория формативного оценивания. Смотрите, тут есть три важных момента, на которые надо обратить внимание. Три вопроса, вернее, да? Основанием процесса обучения и преподавания являются следующие три вопроса. Это Блок и Уильям об этом говорят. Первый вопрос. На какой стадии обучения ученик находится? И какие стратегии можно для этого использовать, для того, чтобы понять, на какой стадии обучения ученик находится? Это регулярная обратная связь. Регулярная обратная связь, которая покажет, где ученик в данной теме, да? Что он имеет, что является у него сильной стороной, какие навыки еще нужно отрабатывать и так далее. Вторая стратегия, которую на этом этапе можно использовать, это самооценка. То есть ребенок, вы сейчас писали, тут дескриптора можно использовать. То есть, например, используя дескриптор, он может оценивать свою работу. И тогда он будет понимать, да, на каком этапе, на какой стадии обучения он находится. Самооценка и постановка цели обучения. Следующий вопрос. На какой стадии находится и куда он стремится? То есть, куда он хочет дойти в своем обучении? Какие стратегии здесь можно использовать? Это ясные и понятные цели обучения. То есть, ученик должен понимать, куда он должен прийти. Для этого нужно что сделать? Сформулировать ясные, четкие, понятные, доступные на языке ученика цели обучения. Вторая стратегия на этом этапе, которая может быть использована, это модель как сильная, так и слабая работа. То есть, ученик может изучать и взаимооценивать сильную работу. Тогда он будет понимать, где он в этой теме, на каком уровне, да, и что ему нужно еще сделать, чтобы дойти до этого уровня. Либо оценивать слабую работу, чтобы понимать тоже относительно этой работы, что является сильными навыками в его обучении. И третий шаг, что необходимо для этого сделать, чтобы помочь ученику достигнуть этого уровня. То есть, где он, куда нужно прийти, какие шаги для этого нужно сделать. В качестве стратегии здесь можно использовать фокус на одной цели обучения. Вот Black William говорят о том, что на самом деле не надо, чтобы ученики рассеивались и сразу покрывали все цели обучения. А нужно выбрать определенную цель обучения и зафиксировать именно внимание, сконцентрировать внимание именно на этом и отрабатывать навык именно по покрытию цели, одной какой-то цели обучения. Второе – это повторение пройденного материала. И третья стратегия, которая предлагается, это самооценивание и самооценка, опять-таки, и отслеживание собственных результатов. Мониторить может ученик, опять-таки, сравнивать свои работы с другими работами, самооценку через дескрипторы, например, произвольность и так далее, для того, чтобы понимать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих результатов. Но смотрите, опять формативное оценивание, оно производится опять в рамках зоны ближайшего развития. То есть у каждого ученика в этой зоне ближайшего развития ее нужно покрыть, и формативное оценивание, оно находится вот в рамках именно зоны ближайшего развития. Вообще все теории критериального оценивания, они здесь подобраны так, что они одна вытекают в другую, они все друг с другом, что взаимосвязаны. То есть мы используем идею компетентного основного подхода, прописываем конкретные ожидаемые результаты, затем мы используем теорию обратного дизайна, чтобы запланировать урок, затем мы продумываем конкретные действия по достижению ожидаемых результатов. Для этого мы используем идею социалистической теории, когда ученик находится в активной позиции, затем мы используем таксономию цели обучения для того, чтобы понимать уровень заданий, какой должен быть для того, чтобы развивать мыслительные навыки, затем мы используем идею зону ближайшего развития для того, чтобы ученики все были вовлечены в процесс обучения. Вот в обновленной программе идея как раз таки тоже в том, чтобы все дети были вовлечены в обучение. По итогам 2015 года ЕНТ результат между самым слабым и сильным учеником составляет 93 балла. Вы об этом знали? 93 балла это очень большой показатель. То есть у нас разрыв между сильными и слабыми учениками, он какой, он очень-очень большой. И вот для того, чтобы идея как раз таки в том, чтобы покрывать, чтобы каждый ученик что делал, покрывал цель обучения, для того, чтобы сократить эту разницу между сильным и слабыми учениками. Поэтому зону ближайшего развития определяем дальше для каждого ученика, продумываем скафодин для того, чтобы ученик что делал, достигал этих целей обучения и покрывал эту цель обучения, для того, чтобы он покрывал эту зону ближайшего развития. Чем сильнее ученик, мотивация выше, чем ученика, тем, соответственно, зона ближайшего развития ученика будет меньше. Чем навыки ученика меньше, соответственно, зона ближайшего развития будет меньше. И вот теория формативного оценения, которая проходит на протяжении всего урока и в рамках именно зоны ближайшего развития, она как раз-таки тоже помогает нам сделать так, чтобы все ученики были во время урока вовлечены стопроцентно в процесс обучения. Так, и следующая теория, это теория полного усвоения знаний. Посмотрите, ну во-первых, автор этой теории Джонатан Кэрролл, американский психолог, он говорил о том, что в традиционном учебном процессе фиксированы два условия, это время и способ подачи информации. То есть он говорит о том, что учитель заходит в класс и начинает объяснять новый материал так, как будто перед ним не 30 учеников сидят, а сидит один ученик. При этом время на изучение определенного нового материала для всей категории учеников одинаково. Но при этом он говорил, что незафиксированным является что? Ожидаемый результат. И Джонатан Кэролл, он предложил наоборот, что сделать? Зафиксировать ожидаемый результат, но условия обучения сделать какими? Переменными. Эту идею, посмотрите, взял в основу Бом, и он говорит, в 70-м году он говорил о том, что все ученики обучаемые способны полностью, все обучаемые способны полностью усвоить материал при оптимально подобранных условиях для каждого. Он провел определенные исследования. Посмотрите, о чем он говорит, что, оказывается, есть малоспособные ученики. Сколько времени бы мы не тратили, даже большой объем времени, то эти дети могут что-то не покрыть цели обучения. То есть есть какой-то определенный процент детей, и мы должны таких детей знать в классе. Талантливых учеников примерно 5%. Это те дети, которые могут учиться в высоком темпе. И есть обычные ученики, их примерно 90% способности по усвоению знаний и умений определяются затратами учебного времени. То есть для каждого ученика должно быть что? Разное время. Каждому ученику для того, чтобы усвоить определенный материал, он говорил об этом, нужно разное время. И тогда эти 90% учеников что сделают? Усвоят этот материал. Дальше о чем он говорил? Посмотрите, что 90% различий в успехах обучения объясняются тремя основными факторами. Это когнитивное исходное поведение до 50%. То есть если учитель, заходя в класс, будет учитывать когнитивные навыки каждого ребенка, диагностировать эти исходные различия детей, и при этом он будет диагностировать и адаптировать учебно-педагогический процесс, то оказывается итоговое различие между сильными и слабыми учениками может сократить до 50%. То есть если учитель будет учитывать, какая у ребенка память, как он обучается, что кому-то нужно послушать лекцию, кому-то нужно прочитать и обговорить, кому-то нужно посмотреть видео и так далее, то сократить разницу можно до 50%. Второе, на что обратил внимание, это на эмоциональное исходное поведение. То есть каждый ученик, заходя в класс, должен понимать, что он имеет право на ошибку. Что если он сейчас решает какую-то задачу не для того, чтобы получить оценку, а для того, чтобы обучаться, то вот это эмоциональное исходное поведение сократит разницу, опять-таки, между сильными и слабыми учениками до 25%. Ну и третье, на что обратила внимание, это поощрение и индивидуальный подход. Сегодня тоже об этом писали. Поощрение и индивидуальный подход сократит разницу примерно тоже на 25%. И в итоге, если учитывать эти все три составляющие, когнитивное исходное поведение, эмоциональное исходное поведение, поощрение и индивидуальный подход, то примерно 90% различий в успехах обучения можно, в общем-то, сократить. Ну и здесь, посмотрите, эксперимент проводил. Я вот тут с правой стороны привожу графики. И традиционный класс, и экспериментальный класс. Сравнительная такая таблица по распределению. Вот ученики у нас ABC, в основном EBIDA. Высокий такой показатель у учеников именно в экспериментальном классе. То есть, если учитывать все эти три составляющие, то на самом деле разрыв между сильными и слабыми учениками, в принципе, можно уменьшить. Вот это все при планировании урока, при планировании урока в системе именно критериального оценения, если учитель будет учитывать все эти теории, то разрыв между сильными и слабыми учениками можно будет покрывать таким образом. Но самое важное, что каждый ученик в системе критериального оценения, каждый ученик должен покрыть каждую цель обучения. И для того, чтобы ученик покрыл, каждый ученик покрыл каждую цель обучения в рамках формативного оценивания, учитель может использовать как раз-таки вот эти теории, то есть зоны ближайшего развития, идею скафординга, идею формативного оценивания, идею теории полного усвоения знаний. Спасибо. Это вот то, чем я хотела с вами, коллеги, поделиться. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим.